Давайте для начала дадим определение, что такое антибиотики, потому что существует разночтение в определениях, которые в дальнейшем могут играть определенную роль. Антибиотики — это химические соединения, сравнительно небольшой по биологическим меркам массы, то есть порядка сотен атомных единиц массы, которые оказывают отрицательное воздействие, губительное воздействие на обмен веществ одноклеточных микроорганизмов. Как правило, антибиотики природного происхождения, хотя это опять же недолго. Одноклеточные микроорганизмы — это прародители нашей жизни в нашем современном понимании. Они появились по современным воззрениям порядка 3,5 миллиардов лет назад. Бактерии обладают потрясающей способностью приспосабливаться к абсолютно любым условиям, в которые им приходится жить. Эта приспособляемость очень быстро передается между поколениями микробов, потому что в среднем бактерии делятся раз в полчаса. Соответственно, любая случайная мутация, которая оказывается полезной для жизненного цикла бактерий, очень быстро закрепляется в поколении. В какой-то момент эволюционной истории оказалось так, что все подходящие ниши для жизни на земном шаре оказались заняты, и бактерии начали конкурировать друг с другом за источник питания, за свет, за какие-то еще комфортные условия существования. И именно тогда, очень давно, появилась у них вот эта способность синтезировать какие-то соединения, которые огораживают территорию и предупреждают других микроорганизмов, что здесь занято, сюда ходить не надо. По мере развития, по мере эволюции в природе, более высокоорганизованные существа приспосабливали вот это свойство борьбы с нежелательными микроорганизмами к своему обмену веществ. У животных, которые тоже оказались средой существования для бактерий и микроорганизмов, для борьбы с ними сформировались более сложные системы противомикробных пептидов, которые более выборочны, потому что у сосуществования бактерий с высокоорганизованными животными есть две стороны. Некоторые из них находятся с животными или человеком в неких симбиотических отношениях. Например, последние десятилетия выявляется колоссальная роль микробиома, который живет в кишечнике у человека. Но некоторые же микроорганизмы освоили путь паразитизма на человеке и животных выделяют какие-то вещества, нежелательные для человека, разрушительные для органов человека или ткани человека, и с такими микробами необходимо бороться. Таким образом, у высокоорганизованных растений и животных основой является другой тип веществ, который в широком смысле тоже можно отнести к антибиотикам. Но, тем не менее, это несколько другое. Но, тем не менее, микробы, низшие грибы, протисты по-прежнему основным механизмом борьбы с себе подобными числят синтез низкомолекулярных антибиотиков. А поскольку мы живем в мире микробов, более 90 процентов биомассы земли составляют именно бактерии, то можно сказать, что антибиотики — это издавна появившийся и весьма характерный путь конкурентной борьбы для существования, для эволюции экологии живой природы. Человек в какой-то момент появился на Земле путем эволюции и тоже стал рассматриваться микроорганизмами как некая сфера, в которой микроорганизмы могут жить. Эти взаимодействия достаточно сложны, но так или иначе с болезнетворными микроорганизмами человечество сталкивалось всю историю своего существования. И очень многие из этих болезней весьма опасны и весьма летальны. Здесь необходимо назвать такие заболевания бактериальной природы — чума, холера, дифтерия, скарлатина, тиф, сифилис и множество других, туберкулез, проказы, которые имеют в своей основе именно бактерии. Такие болезни были в истории человечества чрезвычайно опустошительны. За время летописной истории человечества мы знаем такие прецеденты, как юстинианова чума 6 века, там черная смерть 14 века, эпидемии холеры 19 века, когда выкашивались десятки процентов населения той или иной территории. Плюс к тому постоянное влияние, огромная детская смертность от скарлатины, дифтерии — это все оказывало колоссальное влияние на историю развития человечества, на здоровье человечества, на жизнь человечества. И разумеется, каким-то образом люди пытались понять суть этих болезней и каким-то образом, по началу, эмпирически, опытным путем искать способы лечения. И в этом частично преуспевали довольно давно. Например, около 10 лет назад во время спектрального анализа мумифицированных останков, которые были найдены на территории нынешнего Судана, это были нубийские территории древнеегипетской цивилизации, датированные порядка 4 века до нашей эры, в этих останках были обнаружены довольно заметное количество вещества, похожего на современный тетрациклин. И что свидетельствует о том, что каким-то образом представители той древнеегипетской цивилизации знали какие-то, судя по всему, растения, в которых накапливался этот антибиотик и которые помогали выживать в случае каких-то болезней. С времен древней Греции и древнего мира известны целительные свойства различных плесеней. С времен древнего Китая известны целительные свойства некоторых растений лимонника, лука, чеснока, которые использовались для профилактики лечения тех заболеваний, которые, как мы сейчас знаем, вызваны бактериями. И так продолжалось с переменным успехом в течение долгого времени, но настоящая революция в познании, наверное, сути бактериальных инфекций и способов борьбы с ними произошла во второй половине 19 века. Тогда вот школами Луи Пастера и Роберта Коха были установлены, достоверно установлены бактериальная природа многих заболеваний. Началась классическая микробиология в современном понимании. В частности, Пастер начал изучать явления противостояния бактерий и микроорганизмов друг к другу. Таким образом, вопрос открытия веществ, которые определяют антагонизм, становился вопросом времени. Плюс к тому, к концу 19 века уже довольно высокой степени совершенства достигла синтетическая химия. Параллельно шли исследования, поиск различных веществ, которые губительны для микробов, сделанные в лаборатории. Более того, наверное, первыми эффективными противомикробными препаратами стали препараты синтетические. Это сальварсан, мошьяковистое соединение, найденное Паулем Эрлихом, которое стало применяться против сифилиса, и пронтозилы, и другие сульфаниламиды, созданные в Германии герхардным дамагом, которые стали, по сути, первыми целенаправленными противомикробными препаратами в истории. Христоматийным примером первого изобретения антибиотиком а-ля пенициллин и Александра Флеминга, но тут необходимо сказать, что это было не одномоментное и не спонтанное изобретение с плесневыми грибами рода пенициллум. Работали давно. Какие-то противомикробные свойства культур плесневых грибов исследовали Вячеслав Моносеин в России, Бартоломео Гозио в Италии, во Франции Дюшен, в Америке Альсберг. И то, что преуспел первым Флеминг, это было не то чтобы совсем случайно, но в конце концов все нити сошлись к чему-то одному. Более того, по началу изобретение Флеминга тоже не вызвало большого интереса, потому что открытый им пенициллин в природной форме был очень нестабилен. Неслучайная премия за изобретение пенициллина была присуждена не только Флемингу, но и американцам Роберту Флори, которые, во-первых, смогли получить стабильную форму пенициллина, а во-вторых, разработали технологию получения пенициллина, которая сделала возможной применять его в медицинской практике. Это было, конечно, безусловно, открытие гениальное, которое в какой-то момент случилось. Дальше стало все это вопросом техники, то есть другой нобелевский лауреат в теме антибиотики Зельман Ваксман разработал конвейерную методику поиска антибиотиков, поиска и характеристики антибиотиков в объектах окружающей среды. И к 60-м годам, можно сказать, наступил золотой век антибиотиков. Были открыты антибиотики всех известных ныне типов, подобраны протоколы их применения в фармакологии. И последствия, конечно, тоже были потрясающими. В какой-то степени действительно можно было назвать антибиотики панацеей. То есть многие из тех болезней, которые считались неизбежным бичом человечества, отступили. То есть исчезла колоссальная детская смертность, стало возможным контролировать развитие эпидемий, возросла длительность жизни. Конечно, все это произошло не только благодаря антибиотикам. То есть уже, опять же, с конца 19-го века разрабатывались весьма действенные меры гигиены, профилактики. Человечество стало лучше питаться. Но в целом, наверное, к 70-м годам мы вышли на какой-то такой оптимум нашей жизни, который продержался, к сожалению, не очень долго. То есть стало понятным, что антибиотики — это все-таки не панацея. И микроорганизмы смогли освоить методы борьбы и с ними. Вообще многие из тех болезней, которые считались неизбежными даже сто лет назад, во второй половине 20-го века стали ассоциироваться с какой-то бытовой неустроенностью, которая сопровождает войны, стихийные бедствия, социальные потрясения. Но отнюдь не как нечто неизбежное. То есть возбудители болезни никуда не делись. Но в том числе благодаря антибиотикам человечество смогло обуздать их распространение. Хотя и, опять же, как говорится, ненадолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова